Дай угадаю, ты очень хочешь узнать, какие же персонажи будут ожидать нас в обновлении 3.5 в Genshin Impact? Большое всем тюлени привет, с вами на связи Аркадий и Толкенвейд. Уже в эту пятницу разработчики наконец-то проведут стрим, посвященный обновлению 3.5, на котором нам расскажут абсолютно всю информацию про грядущее обновление. Но мы же с вами можем попробовать угадать, какие же персонажи будут ожидать нас на реране. Потому что у нас имеется очень много информации. Кстати, есть не только предположительная информация, но и 100% гарантированная. Поэтому давай с тобой начнем как раз таки с гарантированной информации. Точно будут два персонажа, один 5-звездочный и один 4-звездочный. 5-звездочный это наша любимица Дехья, представитель огненной стихии и орудует двуручным клинком с фейковыми ушками. Просто шикарнейшая женщина выглядит на все 150%. С ней мы уже встречались с Умеру и теперь наконец-то она станет играбельным персонажем. Кстати, если говорить про сливы, то разработчики сами слили немножечко геймплея самой Дехья до официального релиза. Дело в том, что кадры анимации попали на специальный ролик, где разработчики рассказывали про то, как создаются персонажи. Выглядит достаточно годно и мне ее уже продали. Я ее точно буду крутить. Что касается второго персонажа, это Крио персонаж Мика. С Микой мы уже встречались некоторое время назад в Манштадте. Он представитель той экспедиции, которая ушла вместе с Варкой. Ну, в принципе, такой небольшой мальчик-воробушек, напоминающий Чокобо. Для тех, кто играл Чокобо, Чокобо, Чокобо. В общем, финальный фэнтезишный монстр такой прикольненький. Прикольный, прикольный, прикольный. Больше при него пока что, к сожалению, какой-то официальной информации не имеется. А теперь небольшая рекламная интеграция. Ну, а пока что мы тут пытаемся угадать, какие же персонажи ожидают нас в будущем. У меня для тебя есть интересное предложение. Очень часто на стримах и мне приходят такие сообщения. Аркадий, я начал играть на Северной Америке и теперь у меня там огромный пин. Как мне быть? В этом случае на помощь вам придет Gear Up Booster. Эти ребята при помощи хитрых махинаций и VPN-ов могут уменьшить ваш пинг. Делается это при помощи простраивания самых коротких и самых быстрых магистралей. Самое, что интересно, это то, что у этих ребят под каждую игру уже наработаны свои маршруты. И поэтому, если ты играешь не только в Genshin Impact, то улучшить пинг в других играх тоже возможно. Gear Up работает как на ПК, так и на консолях и даже на мобильных устройствах. И для этого нужна будет всего лишь одна учетная запись. Если у тебя есть проблемы с пингом, то решить их поможет Gear Up Booster. Переходи по ссылочке в описании, либо же в закрепленном сообщении. Большое спасибо, что досмотрел рекламу до конца. А теперь мы уже переходим на другой уровень. На уровень идей и предположений. Дело в том, что официальной информации не имеется, но у нас есть табличка, в которой расписано, когда персонаж последний раз выходил в баннере. Эта информация достаточно правдивая в том плане, что часто, если персонажа давно не было, то его с большой долей вероятностью могут запустить на рераны. Итак, на первом месте девочки, которая уже очень давно не была в игре, это Эола. Эолы не было уже целых 10 патчей, и многие игроки по ней соскучились и хотят ее выбить. Если посмотреть на 4-звездочного персонажа, который 100% будет баннеры, это Мика, который является представителем Крио-стихии, то тут у нас прослеживается небольшая логика. Разработчики очень любят пихать 4-звездочного представителя одной и той же стихии, что и 5-звездочный представитель этого баннера. И в принципе, если там будет Эола, то будет достаточно логично подсунуть под нее нового саппорта, чтобы продать Эолу еще раз дополнительно с большими цифрами продаж. Звучит достаточно интересно, плюс к тому же, если будет какой-то праздник в Манштадте, то представитель Манштадта, одна из нашей Эолы проживает в Манштадте, будет неплохо сказываться на вкладывании баннера в сам сюжет, сам сюжет самого обновления. Но перейдем ко второму месту. На втором месте у нас тоже представитель Крио-стихии, и это Шаньхе. Шаньхе прекраснейшая девочка, которая бафнет Крио-урон всего вашего отряда. Ее прям обожает наша Аяка и Ганьюй. Выбивать ее тоже очень многие люди хотят, уж больно сильно бафает она этих представителей, хоть и является достаточно узкоспециализированным саппортом, но ее не было целых 10 патчей, и это достаточно давно. Ну а на третьем месте представительница вечного баннера, наша девочка Аяка. Аяке не было всего лишь 7 баннеров, но большой вероятностью она тоже будет очень скоро. Дело в том, что вы знаете, что сейчас вышел на нее новый скин. Первый скин на ивентового персонажа, причем этого ивентового персонажа в патче ты получить не можешь. Очень странная позиция, разработчики продают скин со скидкой, а если у тебя нет Аяки, то ты скин как бы будешь покупать потом только дороже. Да, ты можешь его купить со скидкой, но в любом случае сам факт достаточно кривой, и если они все-таки добавят Аяку в следующем патче, то это поможет их как-то, хоть как-то оправдать. На четвертом и на пятом месте расположились два персонажа. Это Кли и Кадзуха. Их обоих уже не было целых 5 патчей, в принципе это уже не так давно, по сравнению с Эолой, которой не было 10 патчей. И что говорить про Кли, то она тоже у нас представитель Манштата, и включить ее в сюжет будет достаточно легко. А вот Казаха включить в сюжет будет достаточно трудно, ну дело в том, что он представитель Льюэ и никак с Манштатом не связан. Но если говорить про продажи, то мне кажется Кадзуха сможет собрать больше денег, чем это сделает Кли. Но в любом случае логика это не сильный конек наших разработчиков, у них есть какие-то свои домыслы, как нужно продавать персонажей. Итак, подведем результаты. Первое место это Эола, дальше Шаньхе, Аяка, Кли и Кадзуха. Лично мне кажется, что Эолу точно добавят, прям уж прям гарантированно. Про остальных персонажей тут уже можно гадать, потому что разработчики вольны делать абсолютно все что угодно, и мы даже не можем предположить, что же они сделают. Кстати, если тебе вдруг не хватает примагемов на ту или иную девочку, либо же на скинчик, то Тюлень Стор все еще работает. Можно заходить, смотреть, закупаться. БПшечку тоже можно купить. Специально работаем для вас. Ну и конечно же, самое главное, не забывай то, что на этой неделе пройдет стрим разработчиков, на котором нам официально расскажут про грядущее обновление. И возможно что-то подтвердится, а возможно что-то нет. Нет, предлагаю прийти ко мне и посмотреть вместе, потому что эту движуху пропустить нельзя. Ну и не забывай про большой розыгрыш примагемов на 300 тысяч подписчиков, которые итоги мы подведем уже в это воскресенье. Принять участие очень легко, оставить комментарии, в общем информации в специальном ролике можешь перейти по всплывающей подсказке. Не забывай прокомментировать видео, какого персонажа ты будешь точно выбивать, кого ты ожидаешь на реранах, мне будет интересно почитать данную информацию. Ну а на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр и до встречи в следующем видео. Пока-пока!